Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Дневные рейсы мы, опять же, в связи с многочисленными пожеланиями жителей запустили из города через Красный Курган. Для удобства пассажиров на двух пригородных маршрутах изменили схему движения. Это уникальные находки для нашей территории. Сувенир из древнего прошлого. Анапский археологический музей передали уникальный артефакт, датированный VII веком до нашей эры. Мы учим их, самое главное, четко, глубоко мыслить. А также грамотно писать и красиво говорить. Анапские гимназисты летние каникулы проводят за учебниками по основам журналистики. В Анапе социальным объектам продлевают жизнь. Ремонт текущий, а в некоторых случаях капитальный, идет в школах, домах культуры и на спортивных площадках. Наши корреспонденты проехали по нескольким сельским объектам и убедились – это перемены к лучшему. Общеобразовательная школа в Чиконе построена в 1976 году. Несмотря на возраст, здание в хорошем состоянии. Ремонт здесь делают поэтапно, но регулярно. В 2016-м отремонтировали вот этот спортивный зал. Он пользуется особенным спросом в хуторе. Кроме школьных занятий, здесь проходят тренировки воспитанников спортшкол, а по вечерам – игры. В 2017-м в школе заменили освещение, а в этом году приступили к ремонту обеденного зала – школьной столовой. Полы на пищеблоке уже были довольно, ну, они были последний раз, как, собственно говоря, положены в 1976 году, так как никто не менял. Был огромный слой краски на них, и красить их, ну, очень дорого на самом деле обходится. И плюс ко всему, они уже начали, то есть лаги под досками, они начали уже прогнивать за такой период времени. И, соответственно, просто начали проваливаться полы. Это было уже небезопасно для детей, поэтому было принято решение заменить именно полы. Рабочие укладывают плитку, затем придет очередь стен. Кроме того, здесь установят новую сантехнику и поменяют коммуникации. Средство выделила депутат законодательного собрания края Ирина Конограева. До начала нового учебного года школьное руководство планирует привести в порядок холл и крыльцо, переложить плитку и покрасить ступени. Уже неделю, как идут работы в Доме культуры Хуторе Просторном, этому зданию 63 года. Ветхое, холодное и пропускающее лишнюю влагу, оно давно нуждалось в капитальном ремонте. Рабочие выровняли стены, залили отмостку. Снаружи здание утепляют, чтобы не пропускало влагу и холод. Дойдет дело и до кровли. Внутри планируют отделку современными материалами. Финансирование тоже из фонда депутата ЗСК Юлии Пархоменко. Нам очень нужен был этот ремонт, так как учреждение культуры востребовано жителями. К нам ходят маленькие дети, занимаются хореографией, на кружки по прикладному творчеству. Молодежь и подростки приходят на вечера отдыха и дискотеки. В скором времени представит обновленная и спортивная площадка в СУКО. Отремонтировать нужный для сельской ребятни объект поручил глава Анапы Юрий Поляков во время одного из объездов. Для устройства современного покрытия сейчас готовят основание площадки. Отремонтируют также ограждения. Члены общественного совета и комиссии по межнациональным отношениям заполнили анкеты, касающиеся будущей пенсионной реформы. На муниципальном уровне идет обсуждение документа. Предложение направят в Краснодар, где их обработают и сформулируют общую позицию, чтобы представить ее на федеральном уровне. Главная цель, как говорит наше правительство, главная цель пенсионной реформы не в самом увеличении пенсионного возраста, которое в силу изменившейся социально-экономической реакции было лишь вопросом времени. Результаты реформы станут более высокие темпы роста самих пенсий, выше инфляции. Последние три года, с 2016 по 2018 годы, пенсии росли в среднем на 400-500 рублей. Так предлагается, что позволят индексировать пенсии почти каждый год на 1000 рублей. По словам заместителя председателя муниципального совета Александра Смирнова, текущий проект не догма. Даже после принятия в него можно будет вносить поправки. Пока пенсионный возраст планируется увеличить с 60 до 65 лет к 2028 году для мужчин и с 55 до 63 лет к 2034 году для женщин. Из 15 республик СССР не повысили пенсионный возраст только Россия и Узбекистан. Одно из основных предложений – принять планку повышения пенсионного возраста для женщин на уровне Республики Беларусь, 58 лет. Кроме того, необходимо выводить из тени работников. Одной из мер могло бы быть снижение стоимости патентов для самозанятых граждан и расширение списка профессий. Вместе с тем, одна из предпосылок проведения реформы – нехватка кормильцев. Если в 1970 году на одного пенсионера в СССР приходилось 4 работающих, то сегодня уже 2. С другой стороны, авторы реформы рассчитывают на то, что будет постепенно повышаться продолжительность жизни. В 55 женщин и 60 мужчин были в 28-м году установлены такие параметры, то продолжительность жизни в то время составляла 40. Если в 2000 году мужчины в России жили в среднем 59 лет, в 2017 году уже 67,5, а в 2024 году по прогнозу Росстата продолжительность жизни увеличится до 72,3 лет. Сразу на двух пригородных маршрутах усовершенствовали схемы движения. Новое автобусное сообщение между Нижней Гастагайкой, Красным Курганом и Красной Скалой значительно разгрузило транспортную систему в этом районе. Наши корреспонденты вместе со специалистами отдела по транспорту и связи побывали в Красном Кургане и пообщались с местными жителями. Насколько они довольны нововведением. Центральная остановка в хуторе Красный Курган. Еще месяц назад здесь собирались длинные очереди из желающих уехать в город или соседние села. По просьбам местных жителей отдел по транспорту и связи изменил схемы движения 112 и 119 маршрутов. Добавлены сообщения между Нижней Гастагайкой и Красным Курганом. Теперь через эти населенные пункты проходит 10 рейсов. Раньше их было 5. Расписание, которое было раньше устоявшееся, оно так и осталось. Мы его поменяли просто между номерами автобусов. То есть как с Красного Кургана была возможность уехать у жителей на 7 утра и на 9.10, так они и уезжают. Дневные рейсы мы опять же в связи с многочисленными пожеланиями жителей запустили из города через Красный Курган. Потому что большинство жителей уже начинает возвращаться как студенты, школьники возвращаются уже после занятий домой. И вечером три рейса у нас на 17, на 18 и на 20.00 отправляются из города тоже через Красный Курган. Специалисты отдела по транспорту и связи регулярно выезжают на места, проводят сбор информации, чтобы максимально улучшить схемы движения. Местные жители отмечают, что стало намного удобнее. Сократилось время ожидания. В 7 сажусь, в 8 я на работе уже, я успеваю. И вечером так же я работаю до 5.00 и сажусь на 6-часовой и еду домой, вот сюда. Тоже успеваю. Нарекания я тоже вот не слышала ни от кого. Кто-то может сталкиваться с 112-й и 119-й, да, а я вот утром уезжаю с 7 часов, приезжаю с 5 часов. И добавили еще маршрут на 112-м вечерний. Это тоже очень удобно для всех. Может кто-то имеет какие-то претензии, но не я. Спасибо, наоборот. Однако сохраняется проблема переполненности автобусов в часы пик. Но и ее планируют решить в ближайшей перспективе. Перевозчик намерен приобрести автобусы большей вместимости. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа. Регион. 11 протоколов, 2 демонтажа и изъятие более 200 литров алкоголя. Таков итог очередного рейда в СУКО. Комиссия во главе с вице-мэром Эдуардом Баумышевым проинспектировала курортную зону села. На проходе к морю ведется бойкая торговля. Десятки точек, среди которых есть и незаконные. Например, как этот ларек с напитками. Разрешения на торговлю нет. На муниципальной земле установлен самовольно. Хозяину выписывают протокол. Ему придется заплатить штраф и демонтировать конструкцию. Некоторые предприниматели, увидев комиссию, закрывали свои точки, даже не дожидаясь проверки документов. Еще одно распространенное нарушение – выход за границы своего торгового объекта. На пешеходных зонах раскладывать товар недопустимо. Это не только мешает свободному проходу туристов, но и портит облик курорта. Очень много таких объектов, которые вышли за пределы территории, которые выложили свой товар на муниципальную землю. Также будут составлены административные материалы по статье 3.2. Будут оштрафованы предприниматели. Также в ходе рейда комиссии было изъято 220 литров алкогольной продукции. Она реализовывалась в нестационарном объекте, что запрещено законом. Собственнику грозит штраф. Всего по итогам рейда в СУКО было составлено 11 протоколов. Каждый случай рассмотрит административная комиссия. Фонд Анапского музея Горгипия пополнился уникальными экспонатами. Один из них – фрагмент тарелки, датированный 7 веком до нашей эры. Все предметы найдены в ходе раскопок на одном из строительных участков. Всего археологи передали музею несколько сотен ценных находок. Целую античную усадьбу обнаружили археологи на месте стройки по улице Ленина. По словам научных сотрудников музея, находка для Анапы оказалась уникальной. Чем она уникальна? Вещи, которые первые стали им попадаться при расчистке кладок – это были фрагменты северо-ионистской расписной керамики, которая датируется концом 7-го, начало 6-го века до нашей эры. Можно сказать, что это уникальные находки для нашей территории, так как у нас самый ранний фрагмент посуды античной датируется 6-м веком до нашей эры. Одна из самых ценных находок – фрагмент керамической посуды. Как рассказали специалисты, судя по рисунку, эта тарелка была сделана не на территории нынешней Анапы. Скорее всего, ее привезли переселенцы. Здесь мы видим морда льва в профиль. Первая расписная керамика была, прежде всего, изображение животных, птиц, геометрический узор, солярные символы. Вот здесь мы видим солнышко, изображение крест. Это самая ранняя символика. Позже, уже в 5-м веке, в 4-м веке до нашей эры, начинают изображать людей, богов. А первая посуда – это изображение животных. По словам специалистов, характер рисунка указывает на то, что эта тарелка сувенирная, служила украшением дома. Всего археологи передали в фонд музея порядка 400 экспонатов. В начале следующего месяца планируется передача еще нескольких сотен артефактов. На реставрации находятся древние амфоры и бронзовые монеты той эпохи. В скором будущем они пополнят коллекцию музея. На Анапских пляжах частично сняли запрет на купание. В воду разрешили заходить взрослым. Запрет действовал в течение нескольких дней из-за резкого понижения температуры моря. По словам специалистов, это связано с поднятием на поверхность холодных донных вод. Северо-восточный ветер, который властвует на курорте последнюю неделю, отогнал теплые слои воды в открытое море. В течение вот этой недели при той аномальной жаре, которая у нас сейчас прогнозируется и ожидается в ближайшие часы, в ближайшие сутки, температура воды в открытом море составляет сейчас 14 градусов. В Анапе она более благоприятна. В Малой бухте и в бухте Анапы сейчас температура воды доходит до 19 градусов. Поэтому на сегодняшний день сохраняется запрет на купание в детских здравницах. Ограничения на взрослые купания мы на сегодняшний день сняли. В синоптике прогнозируют северо-восточный ветер еще до пятницы. Если его сила будет превышать 6 метров в секунду, то ситуация не изменится. Однако, если ветер будет незначительный, море быстро прогреется. В гимназии Эврика появилась секция для юных журналистов. Экспериментальная программа, предложенная Министерством образования, пришлась по душе как преподавателям, так и ученикам. В программе приняли участие дети, посещающие летние школьные лагеря. Теперь они развивают свои творческие способности, фантазию и лидерские качества вместе с опытными педагогами. Более ста гимназистов с пятого по девятые классы заинтересовались журналистикой. На ежедневных занятиях дети не только изучают теорию, но и применяют полученные знания на практике. Спустя месяц юнкоры научились верстать газету, писать короткие и меткие заголовки, а также грамотно оформлять тексты. Им нравится соперничество. Когда ты говоришь, что будет победитель, будет награжденный, опубликуется статья именно самого лучшего, естественно, это их подстегивает работать. И я думаю, что у нас много талантливых, неординарных личностей. Даже если дети не захотят стать журналистами и пойти в филологию, мы учим их, самое главное, четко, глубоко мыслить. Это же важно. Важно развить их фантазию, опять же повторюсь. Даже если они не станут филологами и журналистами, они научатся правильно писать, правильно говорить. И это тоже немаловажно для гражданина Российской Федерации. Знать русский язык хорошо, отлично. На отлично русский язык знает Герман Визгейм. Он перешел в пятый класс без единой четверки. Сам школьник мечтает профессионально заниматься футболом, хотя филология и журналистика ему очень близки. Как мне кажется, журналистика, ей очень интересно заниматься. Нам говорят, как можно сделать свою газету, чтобы она получилась интересная. После того, как нам все рассказывают, мы начинаем думать и в итоге начинаем после этого писать свою статью. Программа экспериментальная, но уже сейчас педагоги отмечают ее высокую эффективность. В Эврике есть своя телевизионная студия и редакция газеты. Не исключено, что подобную практику сделают здесь регулярной. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. «Витязь». «Витязь». «Витязь».